В нашей фракции есть распределение по регионам, за мной как раз закреплена Николаевская область. Мы сейчас там активно отстраиваем новую партийную структуру, после того, как у нас были, как вы знаете, проблемы, связанные с расколом, с оппозиционным блоком, с людьми, ориентирующимися на Рената Ахметова. Сейчас мы выстраиваем новую структуру партийную, которая будет играть ведущую роль, я думаю, на местных выборах Николаев и Николаевской области. Я лично вижу целый ряд проблем, которые нужно решать в городе, это связанные с организацией вывоза мусора и ремонт дорог, которые в жутком состоянии в Николаеве. У меня отец, царство небесное, он ушел в этом году из жизни, но до последнего работал на заводе «Океан», я знаю, что такое проездка в корабельный район, и это огромная проблема для города. Но очень многое, конечно, в городе Николаеве зависит от не просто даже мира, а от нормализации отношений экономических с Россией. Потому что и порты, и Николаевский глиноземный завод, и целый ряд других производств «Заря Машпроект» – это предприятия в той или иной степени зависящие либо от поставок в Россию, либо от транзита в Россию через Россию. Мы понимаем, что можно быть сколько угодно патриотом, но патриотизм еще никто на хлеб намазать не смог. Поэтому мы не просто говорим о том, что нужно решить вопрос на конфликтах на Донбассе, мы говорим о комплексе нормализации отношений с Россией, как минимум в экономической сфере. Потому что я прекрасно знаю, что огромное количество тех еще профессионалов, которые оставались в той же судостроительной отрасли, они просто массу выехали на заработки в Польшу, в другие страны. Если завтра даже появится стратегический инвестор, готовый строить корабли в Николаеве, не факт, что мы найдем даже просто элементарных сварочников. Поэтому я считаю, что вот наша такая большая борьба за мир, она помогает городу. Но и на локальном уровне мы будем делать все возможное, чтобы снять те искусственные абсолютно рогатки. И самое главное, чтобы власть в городе, наконец, ну была как-то хоть связана с городом. А вот раз уж вы говорите... Павченко, который был, ну это же ВПИ, да, это же на голову не налазит. То есть мы говорим, что человек вообще не связанный с городом, неграмотный, крайне специфический. Вы видите, что сейчас в услуги народа есть большая проблема со значением губернатора. Говорят, у нас нет в принципе людей, которых можно назначить. Ну у них большие проблемы вообще со скамейкой запасных кадров. Но вот если идти не по партийному принципу, а по принципу вот того, что в городе, в области, вернее, нужен хозяйственник. И то же самое, конечно, хотелось бы наконец-то разрешить вопрос с мэром, который позорно убегал через окно от правоохранителей, потом вернулся. Ну я понимаю, его избрали люди. Но в 14-15 годах, к сожалению, общество страдало такой специфической формой шизофрении, что избирали часто совершенно не тех, кто реально, ну не задумывались, думали о большой идеологии, думали о каких-то больших свершениях. Хотя мэр города, он не должен быть там борцом с Россией или другом России, он должен быть хорошим хозяйственником. И вообще геополитика не должна волновать. Избирать поэтому представителя самопомощи, политической силы, галецкого разлива для Николаева, это, честно говоря, очень было странно изначально. Поэтому мы поборемся за кресло мэра, мы поборемся за... А то у вас есть какой-то уже кандидат в городе Николаеве? Да, это вопрос, который идет дискуссионный внутри партии, мы ждем. Наши слова народа постоянно говорят о том, что мы там чуть ли не завтра объявим местные досрочные выборы, может быть не объявим. Поэтому я думаю, что все будет нормально, но я настроен в ближайшее буквальное время приехать в родной город. Тем более, что у меня мама и бабушка там и так живут. И у меня бабушка 92 года. И я надеюсь, что мы сможем... То есть мой интерес к городу Николаеву, он не абстрактный, он абсолютно практичный. И отец, вот я говорю, пока проживал в Николаеве, работал в Николаеве. Я буду делать все возможное для того, чтобы в том числе, кстати, и жители Николаева могли наслаждаться тем, чем я имел возможность наслаждаться в детстве. То есть если я хотел послушать спектакль по пьесе «Лоси Украинки», я шел в чудесный украинский драматичный театр. А если я хотел послушать, посмотреть «Чайку» или спектакль по Гоголю, то я шел в театр русской драмы возле горсовета. И никто ни в голову не приходило, что нам будет предлагать смотреть спектакль с титрами на украинском языке. Но это же абсурд. То есть, особенно в Николаеве. То есть, вот вопрос языка, вопрос возможности жителей Николаева обучать своих детей на родном языке, естественно. Я учился в 22-й школе, я закончил 22-й школу с золотой медалью. Я в Вильнюю, разговляю, Володюю, украинскую мову. Это мне не дозволило, будто речь на комиссаре законных справ в полный час. Но я, тем не менее, считаю, что это в чем все, благодаря тому, что я ходил в обычную школу, где все предметы преподавались на русском языке, только украинский язык и литература были на украинском. То есть, на украинском. Я не вижу проблем, почему в Николаеве сегодня не может быть достаточное количество школ, где бы дети изучали не только, собственно, сам русский язык, что само по себе уже проблема, но еще и математику, физику, историю на родном для них русском языке.